Расскажем, что произойдет, если благодатный огонь не сойдет. Возможны варианты. Конец света, пришествие Антихриста и наши любимые, всем кофиг. Благодатный огонь – это обычный огонь, над которым совершен особый религиозный обряд. И уникальность этого огня только в том, что этот обряд совершается только один раз в год, в субботу перед Пасхой и только в одном месте – в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Однако примерно в 9 веке нашей эры местные служители культа вдруг обнаружили, что этот религиозный обряд лучше монетизируется, если его представить как чудо самовозгорания, то есть сождествия благодатного огня, а не просто обряд с освещением огня. На самом деле, благодатный огонь зажигает от лампады, которая стоит в закрытой комнате, в которой происходит этот обряд, о чем периодически честно свидетельствуют некоторые церковные иерархи, присутствующие на этом мероприятии. Но, правда, монетизируется хуже, чем сказки с мистикой и просто всякие слухи и сплетни. К сожалению. Поэтому и возникли всякие пророчества о конце света и приходе антихриста, когда благодатный огонь перестанет чудесным образом сходить. Кстати, рассказик о том, что когда-то давно неправильные христиане не пустили в храм правильных христиан, и у правильных христиан благодатный огонь сошел из строящины в колонии, тоже, кстати, хорошо завирусился. Но лично нам, хоть и православным христианам, но при этом любителям научного взгляда на жизнь, больше всего нравятся рассказы паломников о том, что благодатный огонь нарушает законы физики и первые минуты после чудесного явления не обжигает. Ну, на самом деле, это не огонь нарушает законы физики, а религиозные люди склонны забывать школьный курс физики. Чтобы что-то поджечь или обжечь, надо нагреть до нужной температуры. А если огнем провести быстро, то этот огонь не успевает нагреть до нужной температуры. Ни тело, ни какой-либо гаючий предмет. Сейчас мы это продемонстрируем. Спичка. Умываюсь огнем. Свечку не зажигает. Подольше подержу. Свечка загорается. Умываюсь огнем. Если бы благодатный огонь в самом деле не обжигал бы, то тогда бы от него не получалось бы зажигать обычные свечи. Но если все-таки благодатный огонь в какой-то год не сойдет чудесным образом, это всего-навсего будет означать, что у церкви сменилась информационная политика. И всем по древней традиции будет пофиг. А церковные иерархи отговорятся газлайтингом и демагогией. Будут говорить, что никогда и не говорили про чудесное сошествие благодатного огня, про его самовозгорание. Их, как всегда, неправильно поняли. До пандемии коронавируса тоже из каждого православного утюга вещалось, что через гефраистические дары нельзя заразиться инфекцией. А потом вдруг оказалось, что можно заразиться инфекцией. Кстати, а что пишут в новостях в этом году? Сошел уже благодатный огонь или не сошел? А мне пофиг. Я верю в то, что Христос воскрес, а не в то, что где-то какая-то лампада самопроизвольно загорелась. Мне тоже пофиг. Особенно с учетом того, что про благодатный огонь ничего ни в Библии не сказано, ни в догматическом богословии ничего не сказано. Лично мне пофиг на благодатный огонь, но не пофиг на христианское вероучение и не пофиг на то, что Христос воскрес. Воистину воскресе!